Есть в России места, где царит труднообъяснимая правовая аномалия, где законы и юридические нормы работают не как надо, а как хочет местное начальство. Как раз об этом из таких мест Сегодняшняя наша история. 22 октября 2018 года в поселке Вербилки Талдомского района Московской области около дома 4 по улице Космонавтов Олег Аксенов обнаружил смертельно раненым своего друга Мустакима Гафурова. Этот дом строил Олег где-то лет 10, как минимум лет 10. Он уже и смотрит за ним. После Гафуров приехал, смотрит, пригласил его. Не этот дом при Олеге строился. И смотрят они уже где-то за ним лет 10, не меньше. Сам Гафуров прошел вот в этот дом. Это одна семья, этот дом и этот дом находится под одной семьей. Здесь отец, там сын. Она зашлись и через какое-то время Олег выходит отсюда. Прямо где-то на этом месте лежит пострадавший. Олег подходит к нему. Просто тот сказал ему якобы, что вот нож дома, с ножом и больше ничего. Олег хотел его поднять в машину, так как тут здоровый был. Я так понимаю, что он не мог его поднять, отвезти, вызывая скорую помощь. Скорая помощь приехала. Уже константировала факт смерти. После того, как полиция приехала с Олегом вместе с полицией прошли. Они в ту сторожку, вот где жил Гафуров. При них Олег взял то, что там было на столе, цепь, кольцо и деньги для того, чтобы подать сыну. Вещи, которые взял Олег со стола, вещи Гафурова, цепочку и кольцо, передал сыну при свидетелях. Олег Аксенов был задержан. Для полиции именно он оказался самым выгодным подозреваемым в убийстве. Точнее, самым простым подозреваемым, с которым минимально работать. И подтверждается это следующим. С ним не проведено никаких реальных процессуальных действий в присутствии адвоката. То есть все доказательства, которые получают следствие или пытаются получить, исполнены без участия адвоката и без какого-то либо юридического сопровождения. На следующее утро в дом семьи Олега Аксенова приходят полицейские якобы просто поговорить. Значит, этим утром часов 9-10 где-то звонок в дверь, мы открываем. Они говорят, можно ли с вами поговорить? Мы из полиции. Нужно поговорить. Когда я открыла дверь, ну то есть ворота, они вошли. Но особого приглашения не ждали. Четыре человека вошли сюда. Вот сели они здесь. Двое остались в коридоре. Один сказал, можно я посмотрю? Прошел сюда и начал рассматривать вот так ножи. Все вот так собирал. Брал какую-то штуку и побрызгал. А потом подошел и потом говорит, можно я посмотрю там. Здесь сидели престарелые родители моего мужа Аксенова Олега. Он зашел в дом, закрыл за собой дверь. Вот эту. И дальше мы уже не знаем, что он здесь сделал, но я понимаю, что он прошел в дом, смотрел комнаты. В общем, они походили по дому, ничего не объясняя. Все осмотрели, везде оглядели и ушли. Осмотр жилища и обыск по закону проводится либо с согласия собственника жилья, либо на основании постановления суда. Аксеновы своего согласия не давали, постановления суда тоже не было. Налицо незаконное проникновение в жилище. Протокол этого процессуального действия не составлялся и членом семьи не предъявлялся, они его не подписывали. Аксенова обжаловала эти незаконные действия в прокуратуре Талдема. В ответ прокурор сообщил ей, что никакого проникновения в жилище не было и сотрудники приходили просто побеседовать. В семье Аксенова такой ответ прокурора вызвал шок. Вся семья видела, как сотрудники полиции проходили во все помещения дома без жильцов, закрывали двери изнутри и что-то там осматривали. Следовательно, никакой неприкосновенности жилища в Талдоме нет. Прокурор на это никак не реагирует. А напротив, в ответе на жалобу утверждает то, чего не было. А с юридической точки зрения того, чтобы производить осмотр до возбуждения уголовного дела, должно быть постановлено начальника органа, ведущего оперативно-развыскной деятельности. Тогда сотрудники, руководствуясь законом о полиции или руководствуясь, руководствуясь законом оперативно-развыскной деятельностью Уголовно-процессуальным кодексом в порядке ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса, имеют право заходить в жилище и проводить осмотр места происшествия. Но если место происшествия является жилищем, то в любом случае, какой бы закон не применялся, Уголовно-процессуальный закон, закон о милиции или закон об оперативно-развыскной деятельности, данные действия ограничат право гражданина на охрану жилища. И в этом случае нужно получать судебное постановление. Либо проводить такие действия до получения судебного постановления, в случаях, не терпящих отлагательств. Но в течение суток орган осуществить такие действия, должен известить суд и прокурора. Ну, ничего этого сделано, как мы знаем, не было. Не найдя улик, необходимых для обвинения Олега Аксенова в убийстве, полиция заводит дело о краже вещей у погибшего Гафорова. Тут как раз пригодилось то, что во время совместного с полицией осмотра жилища Гафорова Аксенов взял там вещи погибшего, чтобы передать их его сыну. Самообвинение больше похоже на абсурд, но не для полиции. Аксенову вменяют пункт А, часть 3, статьи 158. Давайте рассмотрим, что именно ему вменяют. Пункт А предполагает это незаконное проникновение в жилище. Какая речь может идти о незаконном проникновении в жилище, если он в течение 10 лет свободно пользовался помещениями и домом, которые он, кстати, строил, и с разрешения собственников жилья имел свободный доступ во все практически помещения, пользовался душем, туалетом и так далее. Мы с адвокатом Рудовским согласно закону об адвокатуре сделали опрос собственников жилья, которые подтвердили о том, что да, действительно, Аксенов имел свободный доступ, имел право пользоваться. Собственно, этот акт опроса мы по нашему ходатайству следователь Гневшева приобщила к материалам уголовного дела, и он имеется в этом деле. Теперь поговорим о значительном ущербе. Что ему вменяют по этой краже? Золотой цепочки, перстень, 10 тысяч рублей и телефон. Золотую цепочку и перстень Аксенов взял в присутствии сотрудников полиции, которые проводили обыск в помещении, где проживал этот гостебартер Гафуров. Он открыто взял для того, чтобы сохранить ее и передать дальнейшему сыну Гафурова, потому что в обыске принимало участие более 10 человек. Но элементарно, он мог куда-то пропасть, исчезнуть. Что он, собственно, и сделал, когда на место преступления приехал сын Гафурова. Он и тут же ему немедленно вернул. Данная золотая цепочка и перстень была оценена сыном Гафурова стоимостью в 35 тысяч рублей. Какая-либо другая оценка проводилась ли, нам неизвестно. Ну, оценил, значит оценил. Арифметика простая. Вменяют ему 51 тысячу, минус эти 35, остается 16. 10 тысяч долларов, которые, прошу прощения, 10 тысяч рублей, которые были обнаружены при обыске, когда перетряхивали постель убитого Гафурова, были обнаружены сотрудники полиции, которые сами передали Аксенову эту сумму денег, так как Аксенов заявил, что данные деньги выделялись собственниками жилья для вывоза мусора. Собственно, это и подтвердилось потом в показаниях собственников жилья закатывая, что да, они действительно выделяли сумму на вывоз мусора, которую должен организовать Аксенов. Он эти деньги тоже, собственно, взял. Значит, опять-таки же, еще минус 10 рублей. Что остается? 6 тысяч стоимость телефона, кражу которого вменяют Аксенову. Давайте с этим разберемся. Данный телефон Аксенов, данный телефон был приобретен на деньги Аксенова, которые он давал Гафурову, для общего пользования, для совместного пользования. По этому телефону осуществлялись звонки и с женами, и с родственниками, и с работодателями, с кем угодно. То есть это легко очень доказать. Собственно, данный факт имеет подтверждение показаниями многих свидетелей. Как же он мог украсть, если их телефон был общий? Деньги им, то есть хозяева давали деньги на работу, там по двору, вывоз мусора, либо уборка чего-то, либо ремонт какой-то хозяева оплачивали. Это были деньги, оплаченные за какую-то работу. То есть и телефон был куплен, с которого и мой муж звонил, и он звонил, и мне звонили, и я звонила на этот номер. Любой из них мог ответить на этот телефон. Поэтому кража это дело назвать, и кража денег тоже, которые считаются общей, а за работу. То есть это не кража, ну никак не может. Ну, что же еще можно сказать об обвинении Аксенова в краже? Ну, с тем же успехом можно следствием ОМВД, можете его обвинить и в соучастии в изнасиловании башкирской дознавательницы, похищении библиотеки Ивана Грозного и покушении Владимира Ильича Ленина в 2018 году. Вот основание ровно столько же, сколько в обвинении его в совершении кражи. Ну, исходя из логики следователя Гниушевой, обвинение состоятельно в краже и отменять его не стоит. Несмотря на то, что мы заявили ходатайство о прекращении дела, предоставили документы. Прекращать дело они не станут. И, скорее всего, обратятся в суд за продвением срока содержания под стражей Аксенова, несмотря на то, что никакое их обвинение в краже с проникновением в жилище не подтверждается. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Обвинение в краже с проникновением в жилище нелепо, так как следователь Гниушева еще до предъявления обвинения получила документы и информацию о том, что Аксенов заходил в жилище, где временно проживал Гафоров, согласие собственника жилья семьи Закатовых. При этом Аксенов сам строил это временное жилище Гафорова и врезал замки в дверь, имел ключи и получил право пользования этим же помещением, еще несколько лет назад. Предмет хищения, цепь и перстень, Аксенов взял в жилище Гафорова для передачи родственникам Гафорова, что и сделал. Однако этой информации следователь Гниушева никакой оценки не дает, а, напротив, вменяет Аксенову действия, о которых он и не думал. Найденные в хозблоке деньги, в хищении которых также обвиняется Аксенов, не являются собственностью покойного, а были переданы собственникам жилья Гафорову и Аксенову в качестве оплаты за вызов мусора с участка. Кражи нет, и тому имеются многочисленные свидетельства. Но следователь Гниушева вместо смягчения обвинения или прекращения уголовного дела собирается продлить арест Аксенову. И это при том, что обвинение держится на недостоверных показаниях потерпевшего. Все эти недостатки следователь устранять не собирается и отказывается назначить очную ставку Аксенова с Гафоровым. Ну и кому это все нужно? Вряд ли следователю Гниушевой. Тогда кому еще и зачем? Мы также написали ходатайство следователю, в производстве которого находится Гниушев, в производстве которого находится дело по краже, с просьбой провести очную ставку с потерпевшим. Так как потерпевшим является сын покойного Гафорова, Гафоров Тимур. Его показания содержат столь вопиющие несоответствия с фактическим обстоятельствами дела, что для выяснения их требуется производство очной ставки. Как мы считали руководствуясь законом, главным профессиональным законодательством, но нам следователь Гниушева отказала, сообщив, что это нецелесообразно. Это нам было сказано двоим, мне и адвокату Никитенко при нашем личном визите в ОВД. А ведь следователь Гниушев не должен руководить целесообразность или нет целесообразность. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Так вот, ее решение незаконно, потому что выяснить размер похищенного, а Аксенов же обвиняется в том, что он вор, размер похищенного, способ похищения, цена похищенного имущества, квалификация зависит во многом от показаний данных Гафуровым и Тимуром, но они недостоверно их следует проверить. Но нам отказали. План полиции, скорее всего, был очень прост. Подсунуть Аксенову своего ручного адвоката. Он убедит Аксенова признаться в убийстве, объяснив, что так лучше будет для всех. И если бы не появление в деле известных адвокатов Владимира Рудовского и Сергея Никитинка, этот план бы точно сработал. Однозначно. Всеми правдами и неправдами добиться того, чтобы убийство, которое было возбуждено по факту, приобрело конкретное лицо. А это Аксенов. Покойный Гафуров, крепкий человек, физически сильный и намного тяжелее, чем Аксенов. При этом, согласно экспертизе, согласно осмотру тела покойного Гафурова, у него 18 колотых ран. А вот эти раны располагаются не только на груди и жеваке, но и на спине и ноге. Это говорит о том, что было сопротивление, была драка. А мы, ну являясь, естественно, законопослушными людьми, адвокатами, действующими на основании закона адвокатуры, исполнили свою обязанность. И запросили медицинские, запросили ИВС города Талдома, куда 23-го поступил Олег. И начальник ИВС Талдома сообщил нам, что при поступлении Аксенова в ИВС у него не обнаружено ни ссадин, ни повреждений, ничего. Никаких никаких следов борьбы и никаких следов каких-то ранений. Давить без адвокатов на свидетеля, да еще и находящегося в СИЗО, конечно, повышает шансы следствия на признательные показания. А вариант, что человек может оказаться невиновным, следователь Пчелинцевым, кажется, изначально не рассматривается. Фактов же, говорящих о непричастности Аксенова к преступлению, достаточны. Ну, во-первых, это азы. Каждое преступление в криминалистике азы оставляет следы, видимые или невидимые. А здесь невидимых, не невидимых нет. И, естественно, вот этот факт отсутствия следов борьбы должен не только насторожить, но и направить следствие на поиск реальных преступников. А ведь там есть еще и другие данные. Ну, например, первичные следы крови на самом деле находятся примерно в 50 или 100 метрах от того места, где был обнаружен умирающий, а потом покойный Гафуров. А следов волочения его нету. Значит, кто-то, либо он сам пришел к жилищу, где находится Аксенов, либо действительно его кто-то доставил. И первичное место преступления не там, где его нашли, а в другом месте. Значит, прежде всего, нужно было проверять алиби, наличие, отсутствие на месте преступления Аксенова. Этого сделано не было. Более того, есть же данные о том, что он находился в другом месте. А в совокупности нахождения в другом месте Аксенова и отсутствия у него следов почти полная совокупность. Вообще, идеальная совокупность, есть реальная и идеальная, не меньше трех. Вот два данных, да, наличие нахождения его в ином месте, Отсутствие следов повреждений, установленных осмотром, факт которого зафиксирован медицинскими документами, а также отсутствие мотива и факт того, что Аксенов сам вызвал скорую помощь и полиции, создает, если идеально, то реальную совокупность доказательств его невиновности. Можно изобретать все, что угодно. Вот, например, у Аксенова на брюках есть следы крови, естественно, они там должны быть. И на руках тоже следы, естественно, он поднимал Гафурова и пытался отвезти его в больницу. Нормальное человеческое чувство помочь ближнему. Естественно, у него остались следы прикосновений, но это не значит, что это следы убийства. У Гафурова были открытые конфликты, которые подтверждаются свидетельскими показаниями. Почему следствие не рассматривает другие версии, а упорно продолжает обвинять Аксенова без единого объективного доказательства и улик? Вот этот гараж строился в этом году. Строил его и Гафуров, и сын, и племянник. По разговору, по рассказу Олега мне, что вот здесь они избили племянник и сын, избили отца Гафурова, умершего. При мне был тоже конфликт с сыном, с отцом, что чуть не доходило до драки. И это не первый случай по разговору, даже по рассказу Олега, это не первый случай, что и племянник, и сын спорили, ругались с отцом. Гафуров Тимур, сын потерпевшего, рассказывал Марии Аксеновой, жене Аксеновой, что убийство совершено при помощи отвертки. Да, но в момент, то есть когда он об этом говорил, то есть 23 или 24 октября, это еще никому известно не было, потому что экспертиза не произведена. Мне неизвестно, найдено ли орудие убийства. Во всяком случае, мы нигде не встретили о том, что на орудии убийства обнаружено, что проведена экспертиза, и что действительно сам конкретный предмет, который причинен повреждения покойному. А он знает. Ну, у него конфликты много раз были, и к нему приходили разбираться, были угрозы. За защитой он обращался к Олегу, то есть, ну, то есть, когда приходили, он прятался на участке Олега. У него были дамы здесь, и он не возвращался домой, никак семье не помогал. И сын был очень зол, и с супругой его мы хорошо дружим. Она все время жаловалась, что он никак финансово не помогает, не хочет домой возвращаться, устраивает свою жизнь, здесь живет в свое удовольствие. И сын сколько раз говорил, что я пытался, я звал его домой, но он отказывался и говорил, что я ему устрою такое, что его депортируют отсюда. С моей точки зрения, с моей точки зрения, не обязательно Гафоров или Гафоров Кимура, не обязательно племянник, причастный к этому убийству. Возможно, причастны к этому и другие лица, которые имели основания рассчитаться, убить или причинить увечья покойному. Действительно, это родственники и близкие женщин, с которыми сожительствовал, и неоднократно, и многократно сожительствовал покойный. А восточные люди, к сожалению, свой менталитет, своя жестокость. Весьма странно, что следователь Следственного комитета России по городу Талдом Пчелинцев и прокурор района не обращают должного внимания на странную быстроту появления на месте происшествия в поселке Вербилки-сына и племянника Гафурова. Они оба осведомлены об орудии убийства – отвертке. При этом 23 октября, когда они это рассказывали другим лицам, об отвертке никто, кроме них, не знал. А также, как рассказал сам Аксенов адвокатам, на месте происшествия 22 октября каким-то образом появилась одна из любовниц покойного Гафурова со следами крови на одежде. Никак не оценивается тот факт, что родственники Гафурова неоднократно избивали мустакима Гафурова, и со стороны других лиц адрес Гафурова поступали угрозы расправы. Все эти обстоятельства и данные этих лиц могли бы быть установлены путем допроса Аксенова в присутствии защиты. Это реабилитировало бы его полностью и дало возможность следствию установить реального преступника. Но этого не делается. Почему? Вы знаете, сложно сказать. Нас следствие близко не допускает. Следствие по раскрытию убийств. У нас есть информация о многочисленнейших конфликтах и о большом количестве свидетелей, которые могут подтвердить данные факты. Как его сын с племянником избивали, как приходили мужья, женщин, с которыми сожительствовал Гафуров, причем не один, которые его отлавливали, который прятался в доме, в котором проживал Аксенов. Таких фактов более чем предостаточно. Не знаю, следствие рассматривает данные варианты или нет. Следствие упорно продолжает игнорировать адвокатов Олега Аксенова, явно давая понять, что они тут лишние и в методах не стесняются. В частности, у моего коллеги возле дома была обнаружена автомашина, которая курсирует, скажем так, по вербилкам и городу Талдаму. Это мы установили со стопроцентной вероятностью. У нас есть такие силы и возможности. Каким образом она могла оказаться именно у дома моего коллеги? Здесь все понятно. Каким образом, когда мы проходим следственный комитет? И для чего это делается? Подумайте сами. Мы проходим следственный комитет на площадке перед входом. Нам на встречу попадаются два сотрудника в следственный отдел ОМВД города Талдама. Нам попадаются на встречу два сотрудника в камуфляже, то есть кинологи с служебной собакой. Которая, видимо, рассчитана на розыск наркотических средств, либо оружие. Нас эта собачка вначале Рудовского адвоката обнюхивает, потом меня. Мы поднимаемся вверх, сотрудник испускается вниз. Наша программа обратилась за комментариями к старейшему адвокату России, директору адвокатской конторы номер 2, кавалеру Золотого ордена Плевака, председателю ученого совета Владимиру Николаевичу Бушеву. Явно, что у следственных органов Талдамского района не все складывается в плане обвинения их подзащитного в убийстве, а им очень нужно раскрыть это преступление. И поэтому я не исключаю, что возможны какие-то провокации в отношении наших адвокатов, которые ведут это дело. И это уже такие попытки имели место быть, поэтому непростое дело, поскольку там видно заинтересованности очень много в том плане, чтобы дело было раскрыто и отправлено в суд. По каким основаниям, это уже непреступренно. Главное направиться, что не является правильным. Основная задача установить истину, чтобы виновные были наказаны за те преступления, которые они совершили, а незамнимые преступления, которых они, возможно, и не совершали. Следственный комитет по городу Талдам в лице следователя Пчелинцева доходит до откровенного вранья. Так, например, 25 октября и 8 ноября проводили следственные действия с Аксеновым. Проводил следователь Пчелинцев. Но нам Пчелинцев сказал, что его 8 ноября не было. Приличной встречи. Мы приходили к господину Пчелинцеву совместно с адвокатом Никитенко. Он нам заявил, что меня там не было. Ники следственные действия я 8 не проводил. Начальник следственного отдела, господин Сибарцев, в ответ на нашу жалобу, также сообщил нам, что никакого исследовательного полиграфия не проводилось 25 октября. Мы люди недоверчивые. Мы, конечно, верим следствию, верим в суду, мы всем верим. Но не до конца. И поэтому решили проверить, действительно ли так. Говорит ли правду господин Сибарцев, говорит ли правду господин Пчелинцев. И пишут правду, кстати говоря, потому что слово «писано» и есть документ. Так вот этот документ в виде отказа в удовлетворении нашего жалоба, в виде постановления об отказе в удовлетворении нашего жалоба, мы решили проверить. И направили на основании статьи 6 прим. закона об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации, направили запрос начальнику ИВС. И что же вы думаете, начальник ИВС подтвердил нам, что следственные действия в помещении ИВС 25 октября и 8 ноября осуществлял следователь Пчелинцев. Ну, мягко выражаясь, он говорит неправду. Мы для того, чтобы обеспечить защиту прав Аксенова, направили ходатайство, и точнее вручили ходатайство господину Пчелинцеву, следователю Следственного комитета. С просьбой ознакомиться со всеми материалами и протоколами следственных действий, в которых принимал участие наш клиент Аксенов. Но, естественно, нам отказали, исходя все из того же посыла, что адвокат в процессе, фигура лишняя, Вышинского. Кстати, Вышинский, он последовательный, вот Пчелинцев не последовательный, вот Вышинский более последовательный. Он, Вышинский же бывший адвокат, точнее не адвокат, а помощник присяжного Поверина. Он был, так сказать, помощником у известного адвоката Милинтовича. Так Милинтовича он расстрелял. Нам что, тоже расстрела ждать вместе с адвокатом Никитенко или что будет дальше, господин Пчелинцев? Если вы считаете, что адвокат не имеет права в своем ответе на ходатайство, не имеет права знакомиться с материалами следственных действий, в которых принимал участие свидетель. А вот Конституция, как раз считает, Российская Конституция, статья 48, считает, что каждому, нет, не только обвиняем Пчелину, каждому, каждому положено пользоваться правом на юридическую помощь профессионального юриста, коим мы и относимся. Или, во всяком случае, мы считаем, что мы относимся к профессиональным юристам, но нам господин Пчелинцев как раз и объяснил, что мы не профессиональны и не знаем, что основополагающее постановление Конституционного суда 11П 2000 года уже не действует. А мы все время считали, что оно действует. Вот 30 лет практикуем, считали, что оно действует. И главное, не только мы это считаем, но и представитель Конституционного суда считает об этом, и представитель Верховного суда. И в подтверждение этого они почему-то издали 40 судебных актов последнего 2018 года, в которых они ссылаются о том, что основополагающая позиция постановления Конституционного суда 11П сохраняет свою юридическую силу до настоящего времени. А это значит, что в ответ на наше ходатайство все-таки господин Пчелинцев должен был нас ознакомить с материалами следственных и процессуальных действий, в которых принимал участие Аксенов, несмотря на статус свидетеля. Этого сделано не было. При этом он сказал, что да, вот ваш анонс, ваша передача «Момент истины» вышел, по-моему, 13 ноября. По всеми господин Пчелинцев его смотрел, и другие сотрудники правоохранительного органа Талдома. И этот сюжет, который вы опубликовали, как сказал сам Пчелинцев, вызывает у него смех. Ну да, действительно смешно. Господину Пчелинцеву, а вот нам и семье господина Аксенова совсем не смешно, они плакать хотят. А плакать они хотят от того, что не могут добиться никакой справедливости, никакой правды. Да, не рассчитывали. А как же реагирует на все эти действия прокуратура? Никаких нарушений она не видит. Все в рамках закона. Хочется уточнить, какого именно закона. Ну, прокуратура, мы сами с вами знаем, что это, в общем-то, надзорный орган, да, который должен осуществлять всю, как говорится, законность и правомерность при расследовании уголовного дела, при соблюдении прав граждан. Однако, ну, на мой взгляд, все было проведено очень формально. Ну, поймите, я ни в коей мере не хочу умалять, скажем, органы прокуратуры, органы следствия, да, собственно, и суд, который находится, ну, скажем так, ну, который находится на периферии. Ну, сами понимаете, что все друг друга прекрасно знают. Все взаимодействуют, общаются между собой. И, ну, какая может быть и речь о какой-то справедливости или какого-либо скрупулезных проверках прокуратуры по установлению всех обстоятельств дела. На то, что незаконные действия правоохранительных органов будет возможно обжаловать прокурору города Талдом, и он примет какие-то меры. А в ответ на жалобу жены Аксенова, Марии Аксенова, им сообщили, что у них обыска в доме не было, осмотра не было, а была беседа. А с кем они там беседовали? Там не с кем было беседовать, потому что престарелые родители находились в одной комнате, с ними находилась Мария Аксенова, а эти сотрудники в количестве 4-5 человек разбрелись по разным комнатам, им там 4, по другим помещениям, в баню, в гараж. И с кем они там беседовали? Сами с собой? Или с кем? С домовым, барабашкой, с кем они там беседовали? Ну, не все так плохо в Талдоме. И я говорю сейчас абсолютно серьезно, и меня приятно, и моего коллегу приятно поразило. Вы знаете, такого порядка, как ВВС города Талдома, внутреннего порядка, и порядка дисциплины и исполнения закона, как ВВС города Талдома, и в сезон номер 8 Сергия Пасаба, я, честно говоря, не встречал нигде. В ВВС города Талдома стерильная чистота, подтянутые сотрудники, прекрасно одеты, вежливо культурно, никакой похабщины, никакой фамилии, строго, все по закону. Мы ни минуты лишние не ждали привода нашего клиента, никто нам не препятствовал в нашей процессуальной деятельности в защите, с нами вежливо, жестко, но так и должно быть, корректно обращались, надо, смотрели, как это положено, забрали документы, забрали ручную кладь, и мы прошли так, как это положено, следственный комитет, где работы, и нас никто не ограничил. То же самое в СИЗО номер 8 города Сергия Пасад. Вообще напоминает хирургический блок, или офис фирмы средней руки. Подтянутые сотрудники и сотрудницы, с минимумом женщины, с минимумом макияжа, мужчины отглажены, прекрасно подстрижены, вежливо, корректно культурно, и жестки, жестки в меру. И так же нам не приходится там ни ждать клиента, ни получать какие-то выговоры или поучения, все строго в соответствии с законом. Поэтому я считаю, что если все-таки следствие по делу Аксенова, будь то следствие ОМВД или следствие Следственного комитета, решит исправить ошибки, а не соперничать или бороться, и получать адвокатов, то, наконец, истина возобладает, и Аксенов будет отпущен из-под стражи, а уголовное преследование в отношении него прекращено. Отказы прокурора в удовлетворении жалоб адвокатов и обвиняемого не новые. Это происходит часто. Генпрокурор утверждает, что удовлетворяется только одна из десяти жалоб. Это нормально. Но нормально ли, когда прокуратура Талдама утверждает, что у Аксеновых осмотра жилища не было, хотя вся семья видела это своими глазами? Нормально ли, что прокуратура города Талдама и руководство следственного отдела сообщает адвокатам в ответ на жалобу, что 25 октября 2018 года и 8 ноября 2018 года с Аксеновым следователь Пчелинцев никаких следственных действий не осуществлял. Хотя у защиты уже есть документы о том, что 25 октября и 8 ноября в помещении ИВС Аксенов допрашивался следователем следственного отдела. Талдамский районный суд во время избрания Аксенову меры пресечения и вовсе поменял его статус. Со свидетеля по делу на подозреваемого в убийстве. Ну, вы знаете, конечно же, менять статус лица никакой суд не имеет права. Он не является органом розыска. Это розыскные функции согласно указу Петра I 1713 года. Розыском не может заниматься. Дело в том, что следователь в производстве которой находится дело по краже и которое вышло с ходатайством о применении меры пресечения в отношении Аксенова со заключением под стражу в суд указало, что Аксенов причастен или проверяется, точнее, проверяется на причастность к убийству. Но ни в коей мере она не писала, что он подозреваем. по каким данным, по каким фактам судья Талзинского суда Минаков решил, что он, то есть Аксенов, является подозреваемым по убийству, мы не понимаем. Потому что в ответ на нашу жалобу и наше ходатайство следователь Пчелинцев и прокурор ответили, что в настоящее время, по настоящее время, то есть на сегодняшний день, на 13 ноября 2018 года Аксенов является свидетелем по делу об убийстве и обвиняемым по краже. Так вот, ходатайство об избрании меры пресечения следует, который ведет дело по краже, а не следует, который ведет дело по убийству. Мы имели дело с Талдамским судом, который, по мнению защиты, выходил за рамки своих полномочий при принятии решения по ходатайству следователя, который ведет дело по краже, и которое вышло с ходатайством именно об избрании меры пресечения ареста Аксенова. Однако суд признает в своем постановлении Аксенова подозреваемым по убийству, то есть дело, которое совершенно не рассматривалось в конкретном заседании суда. Мы знаем с вами, что такое басманное правосудие. Это правосудие с низкой степенью независимости, которое принимает решение в угоду либо органов власти, либо каким-то иным заинтересованным лицам. Мы решили обжаловать незаконные действия следователя Пчелинцева, связанные с допросом Аксенова 8 октября ВВС обжаловать в Талымский районный суд. Суд отказался не просто рассматривать жалобы, он отказался ее принимать к рассмотрению. Вот интересно, а мотивировка, ну, что данные жалобы не рассматриваются судом в порядке статиста 25. Адвокаты, которые ведут это дело, обжаловали действия следствия следователя в порядке статиста 25 УПК в суд Талдамского района. К сожалению, суд, ссылаясь на непонятное объяснение, даже, я бы сказал, на неизвестные нормы, или, более точно сказать, на отсутствие всяких норм, просто не принял эту жалобу к рассмотрению. А дело в том, что действия следствия следователей адвокаты обжаловали обоснованно и суд обязан был принять эту жалобу к рассмотрению и принять решение по этой жалобе в порядке статиста 25 УПК. К сожалению, этого не произошло. Но это видно правосудие по-талдамски. Что там будет дальше, будем рассмотреть. На что рассчитывают следователь ОМВД Гнеушева Ольга Павловна и следователь Талдамского Следственного комитета Пчелинцев Максим Васильевич? Что Москва далеко, а местное начальство с прокуратурой их прикроет. Больше чем минуту ни из один из руководителей следственных или правоприменительных органов на нас не потратил. Мы пришли с жалобой господину Всебарсову, это руководитель следственного отдела ГСОСК Талдама, минуту. Он даже с нами не побесел. Самое интересное, что он даже не пригласил нас присесть. Я понимаю, что он может сказать «сесть всегда успеете». Мы это уже слышим раз в тысячу. Неостроумно будет. А вот мы думали добьемся другого прокурора. И прокурор тоже, когда мы пришли к ним с жалобой, и тоже больше минуты нам не уделил. Мы не можем довести свою позицию или представить доказательство невиновности. То же самое и в следствии МВД. Не больше минуты на нас тратят. Мы пытаемся обжаловать, нам отвечают, что наши жалобы не подтверждаются. так, словно мы с адвокатом Никитенко больны манией сутяженности. То есть какие-то нездоровые лица приехали из Москвы в Талдом наводить свои порядки. Мы обратились к прокурору города Талдом Сергею Евгеньевичу Молочкову с просьбой прокомментировать дело Олега Аксенова. Вот что он ответил. Вот по поводу уголовного дела, где фигурирует одно и то же человек, Аксенов Олег, вот мы бы хотели задать вам несколько вопросов. В полиции города Талдом прикрылись тайной следствии и посоветовали обратиться в Главное управление МВД. Здравствуйте. Вы хотите взять комментарии у Ольги Палоны Гнеушевой по поводу дела Аксенова? Да. 150. У нас все связи с журналистами, представители телекомпании производятся разрешения в моем управлении. МВД? Да, по московской области. То есть... Когда будет разрешение, мне будет звонок и все, тогда мы вас проводим мы общаемся. Следователь Пчелинцев Максим Васильевич также отказался давать комментарии нашей программе. Передача момент истины. Да, по поводу делов, которые находятся в вашем производстве, об убийстве Гафурова, где Аксенов проходит свидетелем. Знаете, к сожалению, не могу, потому что все вопросы у нас через бесу, как бы надо разрешать в отношении отрывки. В общем, здесь вообще все. Угу. Угу. Жаль. Странно, почему для установления истины нельзя провести очную ставку Аксенова с потерпевшим, допросить семью Закатовых, допросить Аксенова в присутствии адвокатов и произвести в их же присутствии исследование на полиграфе. Наверное, потому что тогда полностью отпадут все сомнения виновности Аксенова в причастности к убийству Гафурова и рухнет обвинение Аксенова в краже. Получается, что следствие считает правильным привлечь невиновного Аксенова к уголовной ответственности, а суду его затем покарать. В самом деле, проще посадить невиновного, чем искать настоящего убийцу. Неужели кому-то выгодно или нужно уводить от ответственности реального убийцу? И что интересно, гарантией прав гражданина при расследовании является Конституция и закон. И защищать эти права должны прокурор и суд. Но они почему-то этого не делают, либо делают в недоступной нормальному пониманию манере. И хотелось, чтобы Талдамский суд руководствовался при вынесении своих решений не целесообразностью, а законом России, как надеется Аксенов. При рассмотрении судом ходатайство следствия о продлении стражи и освободит его 21 декабря в зале суда. Однако есть сомнения в этой надежде как у нас, так и у адвокатов. Но посмотрим. Хочу вспомнить и напомнить всем, что в свое время Максим Горький написал сказки об Италии. А в предисловии к ним написал «Я принесу вам жаркое из лужи под соусом чистейшей правды». Вот если это переложить, на те обстоятельства, которые сейчас исследуются или расследуются в городе Талдам, можно сказать, что да, действительно, там написан сценарий, который является жаркое из лужи. То есть недостоверные доказательства, полученные с нарушением федерального закона. А вот соусом к ним будет являться как раз форма уголовно-процессуального законодательства. Перспективы дела, связанного с необоснованным подозрением Аксенова в причастности к убийству Мустакима Гафурова крайне туманны. Но точно можно сказать, что если будет суд присяжных, а он, скорее всего, будет, то суд народа достаточно быстро разберется в том, убивал Аксенов Гафурова или нет. Поймет всю недостоверность собранных по делу обвинением доказательств и вынесет оправдательный вердикт. Следствие и прокуратура не могут этого не понимать, но, совершая ошибки, продолжает упорствовать и всеми силами ограничивают возможность адвокатов хоть как-то защитить права Аксенова и помочь следствию сосредоточиться на поиске реального, а не вымышленного преступника. Программа «Момент истины» намерена обратиться в Главное управление МВД и Следственный комитет России. Может, там нам и нашим зрителям объяснят всю суть талдомского правосудия и дадут комментарий по вопросам, поднятым в этом фильме. О чем мы обязательно расскажем в следующем фильме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok